приходите на пиковый перекресток до поликлинику сюда же к николаю васильчу в гости приходили его скажем так кореша и это сейчас мы все привыкли что у нас с собой камера мы фотографируем борщ тут же выкладываем его в instagram ой простите запрещенные сети которые нельзя называть привет вам от фонтанчика у дома вавильберга с вами гид шляпе и сегодня речь пойдет про одну из самых престижных улиц российской империи одна из самых дорогих и престижных улиц российской империи малая морская информация о ней появилась с 1731 года в этой части питера находилась морская слобода и именно здесь в этом районе селились офицеры морского ведомства в основном начальники но не самые зажиточные потому что самые зажиточные предпочитали селиться в той части там где улица миллионная оттуда собственно одна из версий почему миллионная так названо ну а малая морская за свою историю поменяла множество названий она была и большой луговой и луговой адмиралтейской и новой исаакерской почему собственно луговая потому что здесь возле адмиралтейства находился адмиралтейский лук это сейчас частично территория дворцовой площади а еще в середине 18 века там паслись коровки даже сохранился указ императрицы елизаветы петровны где она приказывает разровнять адмиралтейский лук и посадить там овес но малая морская в 1902 году была переименована в улицу гоголя именно потому что здесь три года жил николай васильевич и этот дом я еще сегодня вам покажу но историческое название ей вернули в девяносто третьем году то есть практически 100 лет она была улицей гоголя и начну я сегодня с вот этого адреса это дом номер два по малой морской собственно он относится и к невскому проспекту тоже изначально естественно дом выглядел совершенно иначе он был ниже в общем-то в два этажа как и весь невский проспект он имел совершенно иной облик нежели сейчас а в конце 19 века в доме находились меблированные комнаты в которых останавливался тургенев но таблички на фасаде об этом нет зато есть две другие две мемориальные таблички о том что здесь жил вавилов а потом исторически так сложилось в его же квартире жила дудинская и так первый наш герой это николай иванович вавилов это известнейший ученый генетик ботаник географ путешественник он основатель генетической науки в ссср он занимался не просто исследованием растений а именно генома растений он основал и создал по сути первый в мире генный банк который включал себя 250 тысяч образцов семян и самый страшный парадокс жизни вавилова заключается в том что он занимался своими исследованиями ради того чтобы избавить людей от голода но сам же он умер по сути от голода при сталинских репрессиях проще сказать где вавилов не был потому что за свою жизнь он совершил более 180 путешествий он было на востоке то есть в индии в китае в японии в странах африки в южной америке но естественно в европе также на основе своих путешествий и в совокупности он написал труд о происхождении культурных растений который был удостоен ленинской премии он дважды был женат и каждый от каждой жены у него было по ребенку по сыну каждый из сыновей также занялся наукой правда физикой когда началась великая отечественная война коллекция семян находилась царском селе так вот сотрудники института растениеводства не приторгнулись ни к одному зернышку это известный факт они не могли относиться к этим ценностям как еде при этом пятеро ученых насколько знаю как минимум пятеро умерла от голода но потому что в институте как и везде в ленинграде не было воды еды электроэнергии тепла в общем ничего первую особенно блокадную зиму было особенно страшно затем после собственно самой страшной этой блокадной зимы 42 году сотрудники института также занимались высадкой культурных растений для того чтобы получить какой-то урожай ну как и все жители ленинграда пытались это делать так вот возвращаясь к вавилову если в 20-е годы он был признанный ученый именитый академик кто в 30-е ситуация совершенно изменилась многие сотрудники института были обвинены их обвиняли во вредительстве кого-то уволили сослали кого-то даже стреляли в начале тридцатых в институте появился такой молодой агроном трофим лысенко который был учеником вавилова и он развернул не очень хорошую компанию возглавлял ее против ученого в итоге вавилова также обвинили во вредительстве уволили и арестовали в сороковом году его удерживали в тюрьме на протяжении 11 месяцев и допрашивали за это время 400 раз то есть если подумать это более одного раза в день в среднем но поскольку здоровье ученого было уже на тот момент подорвано потому что в своих путешествиях естественно экзотических странах он перенес разные заболевания и малярию и тиф и другие в общем-то он просто не выдержал вот этого давления но и в общем-то достаточно суровых условий содержания то есть по сути от голода и и в совокупности он умер сорок третьем году но есть хотя бы одна хорошая новость в этой всей истории что в 55-м его реабилитировали пусть и посмертно сняли все обвинения и восстановили в списках академиков интересно также жизни творчества великой балерины наталья михайловна дудинской балет в ее жизни что называется было с пеленок потому что ее мама также наталья увлекалась и танцевала у нее даже было сценическое имя тольери она вышла замуж за генерала дудинского и вместе они уехали в харьков там и родилась наша наталья героиня моей моего не длинного рассказа о ней там же в харькове она закончила балетную школу и далее приехала в петербург поступать здесь хореографическое училище на вступительных экзаменах талантом дудинской восхитилась ваганова и и сразу приняли во второй класс в тридцать первом году это был уже выпускной экзамен наталья дудинская танцевала с константином сергеевым балет-корсар и и между прочим в дальнейшем дудинская сергеев это такой знаменитый танцевальный хореографический дуэт в петербурге но и плюс они еще и поженились помимо прочего дудинская пришла работать в театр имени кирова он же мариинский в тот в то время там в примах была уланова и дудинская еще соответственно предстояло скажем так доказать что она не хуже но вот эти все знаменитые балетные балетное соперничество как и в любом таком узкопрофессиональном сообществе но достаточно быстро она заслужила себе циническое имя потому что она была не просто талантливая танцовщица а еще и классная драматическая актриса то есть она шикарно играла когда началась также великая отечественная война театр имени кирова эвакуировали в перми и там условия естественно были тоже не сахар но театр продолжал свою работу общей сложности дудинская провела на сцене более 30 лет и и не однократно приглашали в москву так сказать пытались переманить в том числе больший театр но из питера она не уехала и надо сказать что она танцевала даже после 50 лет что для балерин вообще редкость но впоследствии занималась преподавательской деятельностью и из ее учениц ну такое самое пожалуй знаменитое имя это анастасия волочкова но возвращаясь к улице малой морской совершенно знаменитый факт что поначалу здесь застройка в морской слободе на малой и большой морских была деревянная и в 1736 и 37 годах происходит серия пожаров самый первый пожар как считается начался на мытном дворе обвиняли слуг персидского послану человеческий фактор как обычно но факт остается фактом выгорела полностью застройкой малой морской и большой морской а через время пожары продолжились еще и так сказать по ту сторону невского проспекта зеленого моста до истока мойки короче сгорело более тысячи домов на тот момент можете себе представить что петербург имел не такие масштабы естественно и далее санкт-петербургская комиссия о городском строении выносит указ о том что строить здесь только из камня а вообще на малый и большой морских в общем-то инновации самые разные в городе происходили ну в первую очередь как в общем-то на улицах которые считались престижными в столице помимо нескопроспекта здесь тоже ну то есть какой-нибудь ультра современное уличное мощение вот те самые шестигранники деревянные здесь появилась первое уличное освещение масляные фонари тоже поставили здесь ну и так далее например в двадцатом веке здесь впервые по малой морской проехал в ленинграде первый троллейбус это был такой я тб-1 модель он ехал это был первый маршрут троллейбуса от площади александра невского через невский проспект он сворачивал далее вот сюда на малую морскую и шел по конно-гвардейского мульвару и до современной площади труда следующий адрес который я хотела бы вам показать это малая морская 10 это вот этот дом знаменитый дом пиковой дамы вообще за свою историю он естественно сменил несколько названий как собственно несколько владельцев сначала это был дом коммергера князя гагарина особняк балашова дом министра чернышева ну и наконец дом наталья голицыной та самая наталья которая стала прототипом графини для повести пиковая дама пушкина ну а поначалу здесь естественно на этом месте стоял совершенно другой дом до тех еще самых знаменитых пожаров он был деревянный и жил в нем такой интересный скажем так персонаж который вошел в историю тоже сохранилась о нем информация это был итальянец неаполитанец по происхождению музыкант придворного оркестра а также любимый шут императрицы анны и ановны звали его мир педро педрилла но такое вот неблагозвучное немного имя тем не менее этот шут у нее был любимчиком и он помимо своей клоунады скажем так развлек развлекательного контента он умел донести до императрицы очень серьезные мысли посредством вот своего юмора и развлечения но после пожаров здесь строят уже двухэтажный каменный особняк князя гагарина как я сказала через время все меняется настраивают этажи дополняют по улице гороховой дополнительным еще корпусом здесь у них даже внутри был регулярный сад и вот в конце 18 получается уже века сюда приезжают и становятся владельцами наталья и владимир голицыны эти князья голицыны они жили в париже в то время но там началась революция они переехали петербург их дом становится такой таким центром светской жизни одним из потому что проводятся различные мероприятия балы и обеды званые ужины на этих мероприятиях бывают и члены царской фамилии что немаловажно для престижа александр сергеевич наш пушкин сменил в петербурге много адресов но как раз в 30-е годы 19 века он живет здесь недалеко на большой морской 26 у него был адрес а здесь в этом доме живет уже пожилая на тот момент наталья голицына ее в народе называли усатая княгиня но видимо по определенному признаку у нее на лице считается что александр сергеевич здесь у нее в гостях неоднократно бывал когда пиковая дама пушкина была опубликована он напишет в своем дневнике следующее моя пиковая дама в большой моде игроки понтируют на тройку семерку и туза при дворе нашли сходство между старой графиней и княгиней наталья петровна и кажется не сердится вот почему этот дом народе называется домом пиковой дамы а сам перекресток называется пиковый перекресток ну и естественно если пойти в сторону экскурсии мистический петербург то вам обязательно расскажут что здесь творится по ночам некая чертовщина но это неточно скажем так как и в истории с домом старухи-проценщицы у достоевского есть описание примерное и уже краеведы и просто любознательные граждане догадываются какой же это именно дом существует три прототипа дома старухи-проценщицы с домом пиковой дамы тоже не все однозначно многие называют домом пиковой дамы дом на литейном 42 это дом княгини юсуповой но немаловажно что есть такая себе нестыковочка когда тот дом стали строить пушкин уже умер то есть он физически не мог его видеть а здесь он бывал насколько я знаю здесь сейчас у нас поликлиника а внутри сохранились частичная лестница винтовая и интерьеры анфилады второго этажа входные двери и каминные часы марки леруа париж так вот у пушкина а в пиковой даме описано следующее по всем углам торчали фарфоровые пастушки столовые часы работы славного леруа коробочки рулетки веера разные дамские игрушки изобретенные в конце минувшего столетия вместе с мангольфьеровым шаром и мессмеровым магнетизмом герман пошел за ширмы за ними стояла маленькая железная кровать справа находилась ведущая дверь кабинет слева другая в коридор герман и отворил увидел узкую витую лестницу которая вела в комнату бедной воспитанницы собственно и все приходите на пиковый перекресток до поликлинику вот этот вот красненький дом номер 17 это дом принадлежал ли пену собственно он у народе и сейчас так называется дом ли пена а еще до него им владел такой купец по фамилии кизель и вот когда купец владел домом он большой зал в нем внутри сдавал для проведения мероприятий из 1770 в нем стали собираться иностранцы которые впоследствии организовали английское собрание или английский клуб достаточно известный в петербурге впоследствии и такой влиятельный скажем престижный но этот дом он знаменит в общем-то даже не этим а тем что в начале 19 века три года подряд в нем жил николай васильевич гоголь у него были комнаты не на улицу окнами а жил он во внутреннем флигеле в третьем этаже и здесь же поэтому адрес он написал ревизора написал невский проспект старосветские помещики в ревизоре же он оставил описание интересное вот так оно звучит хлистаков отправляет письмо петербург со словами в доме под номером 97 поворотя на двор в третьем этаже направо дело в том что в девятнадцатом веке постаны по старой нумерации в городе этот дома у него был номер 97 но сейчас он 17 по малой морской сюда же к николаю васильчук гости приходили его скажем так кореша на самом деле аненков гребенка данилевский ну и конечно же александр сергеевич пушкин потому что это известно что гоголь с пушкиным письма дружили и пушкин же намекнул ему и в общих чертах рассказал идеи которые впоследствии легли в основу и мертвых душ и ревизора судьба николая васильевича в петербурге достаточно интересная многогранная скажем так он оказался здесь возрасте 19 лет в начале город ему не зашел климат не понравился и вообще он хотел стать актером но актерское сообщество его не приняло но разочарование но ничего он занялся литературой и здесь уже ждал его успех а вообще чтобы узнать город каким он был 19 веке стоит почитать произведение гоголя потому что описание города он оставил множество ну вот скажем какие у нас есть варианты петербург описан в ревизоре в женитьбе повести нос цирюльник живет на вознесенском проспекте в портрете действие происходит на 15 линии васильевского острова в шинели события происходят в коломне ну и так далее ну а в повести невский проспект уж понятно кто описан следующая точка моего повествования дом номер 18 не вот этот а следующий середины 19 века там находилась гостиница гранд-отель позже здесь еще рядом и открыли ресторан с отдельными комнатами но это интересная такая особенность ресторанов на малой морской большой морской на и на невском проспекте когда там обязательно были вот такие отдельные комнаты что там происходило можно пофантазировать но вообще могли их снимать например министры и принимать там посетителей вот а еще до того как открыли гостиницу в этом доме здесь в общем-то это обычный был жилой дом в котором жил известный генерал и начальник третьего отделения бенкендорф но возвращаясь гостиницы она была очень престижная и не все в нее могли попасть так сказать даже если хотели у маршака в повести мистер твистер такой момент описан мистер твистер бывший министр мистер твистер делец и банкир владелец газет пароходов не смог поселиться в гостинице улица гоголя 3 подъезд нет отвечают в гостинице мест но вообще этот адрес можно связать с именем петра ильича чайковского потому что в гостинице grand hotel он тоже неоднократно жил мог себе позволить кстати и умер же он на этой улице только в доме номер 13 в квартире своего брата модеста как писали тогда газеты неожиданно и безвременно от холеры но тайна кончины чайковского до сих пор не раскрыта потому что гадают называют версии убийства и самоубийство в общем всякие разные и так на дворе 1893 год на этот момент чайковскому 53 года и он вообще еще не старый не больной в общем в полном расцвете сил он после концерта заходит в ресторан лейнера тот самый который находился на месте кондитерской вольфа и беранже и проводит достаточно много времени на 2 часов ночи несколько раз заказывает разное и вот в какой-то момент он просит принести ему воды ему приносят стакан воды и по легенде не кипяченой воды он эту воду выпил и на следующий день почувствовал себя плохо вызвали врача врач сказал холера через несколько дней чайковский умер что случилось на самом деле во всяком случае это самая такая вот устойчивая версия смерти великого композитора ну и под занавес вам дом номер 19 вот этот темно-серый дом в 1859 году там открылась первая как считается в петербурге фотостудия имени именно студия вильяма каррика сам карик был шотландец он родился в шотландии там жила вся его семья через год после рождения ребенка они переехали петербург и здесь карик поступает учиться в академию художеств изучает там архитектуру и рисует в классе александра брюлова того самого александра у которого брат карл а потом он уезжает в рим на три года и там встречает и влюбляется фотографию в общем увлекся он фотографии вернулся в петербург после этого и пошел работать исследователем ассистентом именно так называлась его должность фото ателье своего друга ивана гоха на тот момент вы можете себе представить это по большому счету только начало развития фотографии это сейчас мы все привыкли что у нас с собой камера вы фотографируем борщ тут же выкладываем его в instagram ой простите запрещенные сети которые нельзя называть короче мы не заморачиваемся на это тогда фотографировать просто виды какую-то улицу или что-то еще было ну как бы вообще это считалось неприемлемым тогда была популярна единственное единственное направление фотографии это портрет так вот карик он стал фотографировать одним из первых просто улицы он выходил петербург фотографировал дома людей затем он поехал в новгородскую губернию затем финляндию у него была серия путешествий по костромской ярославской губерниям в итоге он так увлекся фотографии и делал серии снимков этнографических народных то есть фотографировал на пленэре скажем так это очень пригодилось это стало не просто популярным для открыток и так далее это пригодилось даже художником потому что художники с у сидя в своих студиях скажем так и создавая как последствии выяснилось свои шедевры они добивались ведь достоверности но не всегда сами могли поехать куда-то чтобы посмотреть поэтому они у каррика заказывали фотографии различные фотографии видов областей например вильям карик фотографировал на заказ для крамского васнецова и николая ге но еще одна у него есть очень знаменитая серия знаменитая до сих пор потому что по этим фотографиям можно изучать изучать как люди прошлого выглядели как выглядели люди представители разных профессий он создал такую серию русские типы которая даже была замечена императорской фамилии и на тот момент цесаревич николай подарил карику бриллиантовый перстень ну как бы в награду за такую проделанную работу ну что ж вот малая морская и закончилась не такая она длинная как выяснилось конечно я вам не рассказала про каждый дом здесь еще масса всего интересного происходило в других домах и в этих тоже на этом сегодня у меня все с вами была ира гид шляпе будет еще много интересных историй всем спасибо всем пока